Строительство жилья, ремонт дорог и дворов. Какие муниципалитеты сдают объекты в срок, а кто оказался в уйдсайдерах? Кто виноват и что делать? Эти и другие вопросы глава Чувашии обсудил на совещании с главами администрации муниципалитетов. В этом году в республике должны были ввести в эксплуатацию 672 тысячи квадратных метров жилья, из которых индивидуального 182 тысячи. К сентябрю было готово 59% запланированного объема. В ряде муниципалитетов картина сложная. Риск недостижения планового показателя связан с недостаточными темпами строительства индивидуального жилья. По предварительной оценке в 2019 году может быть введено в эксплуатацию 137 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что составляет 75% к плановому показателю. По тем районам, где нет строительства жилья, у вас практически жизнь начинает останавливаться. То есть начинается застой. Молодых специалистов не привлекаете, дома новые не будете строить, ряд других там последствий. На ремонт местных автомобильных дорог в районах и городах Чувашии в Дорожном фонде предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Было запланировано отремонтировать 360 километров автодорог и 182 дворовые территории и проезды к ним. В границах муниципального района сейчас обновили 69 километров из запланированных 74. Но при этом возникают проблемы из-за неправильно оформленных документов. Этим грешат и заказчики, и подрядчики. Если говорить по районам, то есть там, где оплата ниже 70 процентов, они указаны на слайде. Это Канарский район, Красночитайский, Мирпасадский, Урмадский, Чебоксарский и Шамушинский район. По факту закладов муниципальных отделов работы выполнены в полном объеме. В то же время причинами освоения средств Дорожного фонда это низкий темп приемки исполнительной документации. Ответственность за своевременную сдачу объектов лежит на муниципальных заказчиках и подрядчиках, подчеркнул глава Чувашии. Также за главами администрации районов и городов остается контроль за завершением всех работ на их территории. Подрядчиков-нарушителей ждут санкции и включения в список недобросовестных. Сейчас особенное внимание строительству жилья и созданию комфортной среды в районах республики. Идет подготовка к реализации программы «Сельская ипотека». Она заработает с 1 января 2020 года. Все желающие воспользоваться льготным кредитом не должны столкнуться с проблемами. «Сельская ипотека» позволит жителям деревень и даже горожанам, которые хотят переехать за город, получить жилищный кредит по ставке до 3% годовых. Максимальный срок ипотеки – 25 лет. Сумма займа до 3 миллионов рублей. Первоначальный взнос – 10% стоимости суды.